И к другим новостям. Инициативу Бориса Дубровского об экологической совести поддержали в законодательном собрании. Глава региона предложил снизить налог на движимое имущество для промышленных предприятий региона вплоть до полного обнуления. При условии, что заводы будут вкладывать деньги в экологические программы. Депутаты эту идею одобрили единогласно, ведь речь идет об улучшении качества жизни людей. Чтобы получить налоговую льготу, предприятия должны будут заключить соглашение с правительством области и начать снижение негативного воздействия на экологию, внедрять новое оборудование и современные способы очистки. Конечно, в данной инициативе мы заинтересованы металлургией, прежде всего, получать именно стимул тех вложений, которые мы делаем. То есть, если мы инвестируем в достаточные средства, в движимое, недвижимое имущество, и результат оказывает воздействие в благоприятном окружающей среде, то эти средства, эти инвестиции, они должны иметь некое льготирование. Законопроект об экологической совести депутаты рассмотрят уже 21 декабря. Парламентарии дали 20 дней промышленникам на подготовку своих предложений. И сегодня освободить от налога на движимое имущество губернатор Борис Дубровский предложил также малый и средний бизнес. Это предложение правительство региона также направит в законодательное собрание. Глава региона уверен, что эта мера поддержки предпринимателей поможет улучшить инвест-климат в области и ускорит реализацию инвестиционных проектов малыми и средними предприятиями. А это почти 142 тысячи предприятий, субъектов и 190 тысяч зарегистрированных на территории Челябинской области. Также налог снизится и для Южноуральской железной дороги. Взамен рассчитывают власти, перевозчик не будет поднимать стоимость междугородних электричек. Продолжение следует...